Привет всем, меня зовут Элеонора, и вы на моем канале. Сегодня будет рубрика о Мастер-шеф, где я отвечаю на ваши вопросы, а также рассказываю о своем пребывании там на шоу. И да, я не ошиблась, когда писала название к этому ролику «Кто доедает блюда на Мастер-шеф?» версия 2.0. «Зачем и почему?» спросите вы. Да все просто. Этот вопрос оказался самым востребованным, самым популярным вообще из всех вопросов, которые я получала. Ролик «Ответ на этот вопрос», который я снимала пару месяцев назад, оказался самым популярным, он набрал больше 100 тысяч просмотров, но есть комментарии, когда люди пишут «Я так и не понял, кто доедает еду». Или, например, комментарии по типу «Зачем говорить? Возможно? Наверное?» Если ты не знаешь точного ответа, зачем снимать ролик? Сейчас я вам кое-что поясню. На Мастер-шеф нет такого, что вот как только сложилась двадцатка, нас двадцатку заводят в какой-то кабинет, рассаживают и отвечают полностью на все интересующие нас вопросы. Там нам никто не дает никакую информацию, не отвечает на наши вопросы и не отчитывается перед нами. Но у нас есть глаза, у нас есть уши. Мы там живем, в конце концов, и проводим очень много времени. Съемки длятся около трех месяцев. Лично я была с конца апреля и до середины июня. Это практически два месяца. Поэтому у вас, как у зрителей, есть два варианта. Или вообще ничего не знать, ну вот просто ноль. У вас есть какой-то вопрос, и вы вообще ничего не знаете. Или вы знаете все то, что знаю, например, я как участник. Все, что я видела, все, что я замечала, все, что я слышала, все, что я знаю на своем опыте. Выбирайте. Или полный ноль, или все знания, которые у меня есть по конкретному вопросу. Как по мне, что-то это лучше, чем совсем ничего. Есть такие темы, на которые я могу ответить вам вот со стопроцентной ясностью. Например, чем питаются участники, где они живут. Я могу предоставить вам видео полное. У меня есть этот ролик, скоро выйдет на канале, где живут участники. Наш номер внутри, наша столовка, наше питание. Все, что я знаю на сто процентов, я могу вам сказать. Но то, что касается кухни, павильона, то, что происходит внутри. Ну, ребят, если кто-то вдруг сдружился с каким-то работником, он, возможно, мог у него выпытать, что-то узнать. Но у меня такого опыта нет, прям какой-то дружбы там с фуд-продюсером или еще с кем-то, чтобы я вот узнала для вас все в мельчайших подробностях. В данном ролике я хочу пояснить вам, что участники Мастер-шеф это не пособие по этому шоу, что вы открыли страницу и прочитали полный ответ на интересующую вас тему. Поэтому в этом ролике я постараюсь ответить максимально на все комментарии, которые вы писали под этим выпуском. Ну, в смысле, под моим первым роликом, кто доедает еду. Ну, скажу сразу, чтобы не возвращаться к этому вопросу, одно вы можете знать на 100% и запомнить, что мы не доедаем наше блюдо. Никогда такого не было. Нас уводят с кухни, пока там все убирается, нас там распетличивают, все дела. Все, блюд нет, еды нет, все, унесли, увезли, мы ее даже не видим. Исключение было один раз. Это первая конкурсная неделя, двадцатка, мое возвращение. Это выездной на Андрейский спуск, когда пошел дождь и были горы еды, тогда нам ее дали. Все, больше никогда такого не было. И мне кажется, даже это было какое-то исключение. Просто для нас, чтобы мы там, я не знаю, вкусно поели, потому что погода была ужасная, нам тогда выдали лекарства, эту еду, чтобы, вы знаете, вот просто нас пожалели. Мне так кажется. Вот, опять слово, мне так кажется, потому что я не общалась ни с каким продюсером, ни с кем. А почему вы нам отдали еду? А раньше вы так делали? А почему не делали? А дальше вы нам тоже будете всю еду отдавать? Или как вообще, что тут будет происходить? С этим, я думаю, разобрались. Теперь давайте скорее уже почитаем комментарии под этим роликом. Множество есть, конечно, и положительных, что людям вот все понятно, они понимают, входят в положение мое, как участника, что я не могу знать, вот я не знаю, прям сценарий полностью этого шоу, что, как там идет, расписано, как все, кто за что отвечает, куда все девается, этого никто не знает. Неправда. Иногда Эктор берет себе доедать. Конкретно в моем сезоне, там, где была я, я не помню такого, чтобы Эктор как-то забирал себе тарелку, уходил с ней или ему относили. Я такого не видела. Отличное блюдо собакам, трюфеля, сибас, креветки и другие деликатесы, я больше поверю в то, что сами шефы съедают втихую, особенно приготовленные на мастер-шеф профессионалы. Здесь я ответила на комментарии, что-то типа, ваше право так считать, я не вмешиваюсь, ничего доказывать вам не собираюсь, но давайте немножко разберем этот комментарий. Я больше поверю в то, что сами шефы съедают втихую, особенно приготовленные на мастер-шеф профессионалы. Если шеф имеется в виду участники, так как здесь девушка указала мастер-шеф профессионалы, я повторюсь, к нам еда не доходит, мы ее не видим, не едим, не трогаем, не смотрим, потом, все, мы вот отдали на вердикте, все, больше мы ее не видим. Поэтому этот вариант исключается. Если шефы, девушка имела в виду судьи шефа, ну мало ли, да, то сама фраза звучит, что сами шефы съедают втихую, втихую для меня, знаете, что-то как секретно, тайно, втихую, чтоб никто не видел, никто не знал, вот втихую, да, я вот так вот понимаю это слово. И если девушка имеет в виду судей, то сибас, креветки, трюфеля, деликатесы, мне кажется, они могут себе позволить купить это все и покушать, а не съедать втихую, как написала эта девушка. Мне кажется, это было бы как-то втихую, это слово можно преподнести к работникам, возможно, мастер-шеф, там, да, фуд-продюсер, там еще какие-то помощники, вот там можно использовать слово втихую, что-то доесть, если что-то где-то не тронуто, и если позволяет человеку его, как бы, внутреннее состояние, я не знаю, как это сказать, я бы не доедала, я что, я лучше пойду насобираю этих денег, если у меня нет, куплю этих трюфелей, но доедать после кого-то. Опять же, здесь все настолько, насколько вы себя чувствуете, будете ли вы доедать после кого-то или нет. Ладно, с горячими блюдами понятно, а вот когда башня профитролей, они же не надкусанные. Да, здесь можно предположить, что если башня реально съедобная, нормальная, вкусная, то работники, возможно, те, что, опять же, касается фуд-продюсера, потому как фуд-продюсер занимается полностью всей едой на павильоне, если она там разрешила, если она сама там, может, покушала, то, возможно, да, доедают. Ничего не понимают, зачем выставлять видео на вопрос, кто съедает, и говорить, что не знаю, не видела. На этот вопрос, я думаю, я уже ответила немножко ранее, потому как или вы не знаете вообще ничего, или вы знаете хоть что-то. Некоторые и в кадре хомячут без всякого стыда. На кухне участникам было разрешено кушать во время конкурса. После, если вы идете, например, писать посты, интервью, вы проходите мимо кухни, и вы забежали в кладовой что-то перекусить, конечно, это нельзя, это запрещено, это, ну, это ненормально. Это, опять же, слово втихую и хомячить, это какое-то воровство уже. Нельзя было. Но во время конкурса вы можете все пробовать, все кушать, но лично я себе такого не позволяла, прям, знаете, пойти в утроброд какой-то сделать. У меня такого не было, я бывало такое, что свое блюдо забывала попробовать, потому что была в панике. Так что, все блюда остывшие и никакие? Получается, все похвалы, это наиграно на камеру? Те, кто проходит дальше, выходят как часть сценария? Ну да, блюда остывшие, но это не означает, что они никакие. Это телешоу, здесь по-другому никак, не будет два одинаковых павильона. Павильон нужно убрать, навести там чистоту перед вердиктом. Была бы соседняя комната, знаете, такая же. Конечно же, люди бы перешли, и судьи пробовали горячее блюдо, конечно, им бы было так вкусней, и участникам бы, там, они бы были увереннее, потому что когда горячая еда, она горячая. Но это телешоу, здесь, ну, такие вот законы и правила. Но на то наши судьи и судьи, что они профессионалы, они понимают, если даже еда холодная, какая там прожарка, они накидывают, знаете, как бы пару баллов на то, что вот если бы оно было горячим, оно бы там больше как-то же где-то что-то проявилось, там бы появился более такой запах или еще что-то. Мне кажется, они всегда пару баллов на это накидывают. Но это никакой не сценарий, ничего наигранного нет, это просто такая вот съемка, так идет, с холодным блюдом, по-другому никак. Очень много людей неврезгливы, могут спокойно пить из одной бутылки воду, например, или руками есть из общей тарелки шашлык, например. Поэтому их удивляет, что другие люди так к этому относятся. Для нормальных людей это табу. Это довольно интересный комментарий, потому как здесь я могу сравнить тарелку шашлыка с той же башней вот этих с профитролей, потому как там ты взял один и скушал, шашлык тоже ты взял один и скушал. Лично я такой человек, что я не перебираю в тарелке общей, там креветки, шашлыки, там сухарики, чипсы, неважно, что вы кушаете в компании друзей. Знаете, есть такие люди, которые не нравятся, ой, то тут жир, еще что-то, ой, тут какие-то сухожилия, или раков бывает так перебирают. Раки, конечно, в оболочке, но все равно. Короче, я таким не занимаюсь, я какой кусок взяла, такой и ем. Но если я вижу, что какой-то человек перерыл все куски, честно вам скажу, что бы там, какой бы там деликатес не лежал, я его есть с ним буду, потому что я брезгую. Я не видела, помыл этот человек руки, не помыл. Понятно, если это мой муж, я знаю, на каком уровне у него там чистоплотность, да, или еще что-то, это мой самый близкий человек. Но если это будет какой-то посторонний, даже какой-то друг мой, и я не могу ему так в лицо сказать, не перебирай, а друг такой, знаете, на расстоянии вытянутой руки, я просто не буду есть. Это, например, мой порог брезгливости. Кто-то может тарелку после этих всех людей вылизать, и ему будет нормально. Здесь, опять же, все зависит от человека. Поэтому, если у вас возникает какой-то такой вопрос, который, вот знаете, не то, что где живут участники, и я вот могу дать точный ответ, а такие вопросы немножко вот подумать, пофилософствовать, да, вот кто доедает еду. Иногда можно логически самому прийти к ответу, что, конечно, что кто-то может там и доедает. Бомжи же, например, едят там с мусорных баков и щетку, потому что у них, конечно, вариантов нет, но это тоже их порог брезгливости. Точно так же и на шоу может быть такой человек. Этого никто не знает. Смотрю конкурсы Мастер Шеф. Это просто неумное использование дорогих продуктов. Или учите, чтобы мы не видели. Или это просто плевок для людей. Смотрела конкурсы черных фартуков USA без всяких наручников и так далее. Блюда, набор продуктов и время. И никто не переводит кучу продуктов, которые оказываются в ведре. Яйца не так взбиты, лук пригорел, сливки перебили. Будьте ближе к народу, дорогая Елена. Я не знаю, что вам ответить на этот вопрос. Я помню, у меня там ответ был такой достаточно длинный. Но если вам так тяжело смотреть, как переводят продукты, не смотрите. Давайте представим, что Мастер Шеф – это имя и фамилия. Это человек. Мастер Шеф. Он достаточно такой зажиточный, обеспеченный человек. Мы все его поваришки и готовим ему еду. Вы будете считать его деньги, этого Мастер Шефа? Я думаю, нет, потому что считать чужие деньги – это некрасиво. Это телевизионное шоу. Кто-то потратил деньги на его создание. Вы к этому какое имеете причастие, что вам так плохо. И это шоу телевизионное. Если вы хотите получать какой-то хлеб и зрелище, так сказать, какое-то развлечение, ну блин, считать чужие деньги не надо. Сравнивать наш Мастер Шеф с американским тоже не нужно, потому что в каждой стране, во многих странах есть Мастер Шеф, очень разный уровень и разная подача вообще шоу. В Америке нет такой более развлекательной стороны, как у нас. Я уверена, что эта женщина тоже под некоторые конкурсы смешные и смеется, и получает какое-то удовольствие, ей интересно, весело и смешно. Я уверена, по-любому конкурсы на Мастер Шеф, вы знаете, очень разнообразные, очень интересные. Я никого не хотела обидеть своим ответом на этот комментарий, просто он уж очень, у этой Елены, такой прям шоу плохое, деньги тратятся, продукты портятся, плевок для людей, как она написала, поэтому, извините, по-другому я ответить не могла. И последний комментарий на сегодня, он на украинском языке, я прочту на русском, чтобы было всем понятно. Как-то странно, во время конкурсов судьи все время ругают участников, когда те выбрасывают то, что можно было бы использовать еще раз. Выбрасывают как отходы, а в результате выбрасываются целые блюда. Вот опять же, целые блюда, целые, вот как здесь написано, целые, они не выбрасываются. Каждое блюдо попробовал минимум один судья. Бывает такое, что три судьи одновременно, когда битва черных или какие-то, ну, смотря какой конкурс. И это блюдо, вам показываются вердикты, минут пять, они проходят и по полчаса. Блюда разбирают вообще до всех подробностей. Основное, закуску, там, соус, чего делали, как, а задумка разбираются очень долго. И блюдо разрывается вот так вот, в клочья полностью. Очень редко, что где-то кусочек надкусили, и понятно, вот все, мне достаточно. Очень часто блюдо разрывается. То, что касается первой части комментариев, что судьи ругают, конечно, будут ругать. Если вы имеете в виду кусок мяса сырого, конечно, нельзя выбрасывать. Ну, как можно, конечно, продукты, кусок мяса сырого или какие-то овощи сравнивать с раздеребаненным блюдом? Это тоже неправильно. Сейчас ролик подходит к концу, и мне кажется, что он получился немножко негативным. Еще раз скажу, что я не хотела никого обидеть. Даже всех вот этих вот комментаторов я постаралась ответить на все эти вопросы. Других комментариев там таких вот прям, чтобы был вопрос, нет. Мне просто хочется к вам донести, что участники – это не книга, где вы можете найти интересующие вас вопросы, мастер-шеф, и узнать. У вас всего два варианта. Или довериться нам и слушать то, что мы рассказываем в наших роликах. Я же не одна такая, кто снимает ответы на вопросы. Ну, или же вообще ничего не знать. Выбирайте. Ну, и если вам понравился этот ролик, то ставьте лайк. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Красная кнопка подписаться под этим выпуском. Если вам и в этом ролике что-то было непонятно, задавайте вопросы в комментариях. Я там вам или отвечу письменно, или если будет опять очень много комментариев, через время сниму версию 3.0. Постараюсь еще как-то шире открыть эту тему, повспоминать. Может, я где-то что-то забыла вам сказать на эту тему. И всего вам самого хорошего. Пока! Ой, хлопного. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok